Каждый в жизни мечтает быть успешным и ищет свой путь. Как зритель в театре мечтает заглянуть за кулисы, так и каждый мечтает заглянуть за кулисы большого бизнеса. С вами программа «Бизнес по существу» и я, Эйдар Булатов. Сегодня программа особенная. Сегодня у меня в гостях тот человек, который уже был в этой аудитории. Это депутат Государственного совета, руководитель группы компании «ЗАО «Эссен Продашен» Барышев Леонид Анатольевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами уже рассмотрели много вопросов, связанных с тем, кто предприниматель, какой его путь, какие у него должны быть принципы и что он не должен делать на своем пути. Сегодня я хотел с вами рассмотреть те вопросы, которые не успел задать в прошлый раз. У вас сколько сейчас бизнесов? Я не пересчитывал, но в одной книжке прочитал, что у нас настоящего предпринимателя должно быть 10. Так. Ну где-то около этого, наверное. Меня и наших зрителей всегда волновал вопрос, каким образом можно стать успешным серийным предпринимателем. Вот есть такое слово «серийный предприниматель». Можно ли вас назвать серийным? Похоже на серийный убийца. Нет, нет, я не отношусь к серийным предпринимателям. Если говорить о бизнесе, которое отличается от основного моего производства соусов, то они как бы такие или около, или вынужденные. То есть что-то родилось из какого-то каприза, приросло в некий бизнес, а где-то, допустим, была идея, которую нужно было опробовать, и она каким-то образом была передана друзьям-знакомым, которые ведут этот бизнес. И по большому счету я не чувствую себя человеком, который может серийно создавать бизнес. А какое количество этих бизнесов было успешно, а какое вам пришлось закрыть? Ну, в основном, как раз расставляя приоритеты, мы делаем ставку, вот наша основная команда на основные бизнесы, а остальные как бы бизнес-идеи мы предлагаем предпринимателям на рынке. И в виде аутсорсинга передаем, или вот кому-то продаем оборудование, люди работают. Допустим, проект «Эссенагра» родился как раз таким образом, что то, что мы опробовали, оно не пошло для федерального масштаба, но и для локального рынка нормально выживает. Поэтому мы отдали это в виде учреждительского взноса в компанию «Эссенагра», и ребята работают и обслуживают какую-то часть рынка. Где-то наши дистрибью, где-то наши магазины, где-то на свободный рынок. Ну, что-то зарабатывают. А у вас осталась доля в этой компании? Да, у нас есть доля, мы получаем дивиденды. Я раз в три месяца получаем отчеты, утверждаем как бы план на будущий год. Одна из таких более успешных моделей управления. Мне нравится то, что там люди самостоятельные, работают, и у нас там четко прописано, что мы должны платить дивиденды. Если компания не платит дивиденды, она нам неинтересна. Мы 40% прибыли, направляется на дивиденды. Там у нас учредителей, кроме «Эссенпродакшн» еще человек 5, у кого-то там 10-15%. Интересный получается опыт какого-то коллективного управления, как маленький совет директоров. Все по-взрослому, взрослые инвестиции. Принцип такой, 30% мы направляем на реинвестирование бизнеса, 40% на дивиденды, и 40% такой, 30% первое не инвестирование, а наоборот на капитал. И 40% обязательно инвестиции. И вот интересный подход. Раз в год подбиваем суммы, которые определяются, бюджет, все по-взрослому, защищаются проекты. Вот такой вот интересный бизнес родился как раз за пределами периметра нашего основного бизнеса. У меня в вашем бизнесе получилось 110% доходности. Если делить на все части, то 30-40, 40-40. 30-30-40. То получается 110. Но вы были всегда для меня суперуспешными предпринимателями. 30-40, 40% дивиденды, 30 оборотка, 30 на инвестирование. Понятно. А я уже подумал, я нашел, как из рубля сделать рубль 10, я уже хотел побежать отсюда, Леонид Анатольевич. Нет, надо приходить в нашу компанию, если 10% дополнительные рождаются. Правильно ли я понял? Вы сами создаете бизнес, а потом предлагаете его на свободный рынок. То есть в этом случае так произошло? Мы этим бизнесом занимались, в какой-то момент поняли, что это не федеральный масштаб, дальше инвестировать в него невозможно. И мы, как бы, закрывая этот бизнес, предлагаем оборудование на продажу, и кто-то его покупает и работает. То есть вы уперлись в то, что он не может стать федеральным лидером и решили отказаться? То есть мы делаем ставку только на те бизнесы, которые могут быть потенциально федеральными лидерами. Если мы начинали кетчуп, то кетчуп была ставка на федеральное лидерство, джемы на федеральное лидерство. Тоже конфеты мы запускаем, полые вафли на федеральное лидерство. Если это не получается, то мы концентрацию своих усилий снижаем, предлагаем оборудование на продажу. Возможно, что он с предпринимателями покупает. А какие бизнесы вот так вы сократили? Какие направления вы сократили? Мы сократили в свое время лапшу, быстрое приготовление, производство сухих специй сократили, картошку сократили. Делали еще соусы, жидкие сократили. Ну, кое-что, наверное, там в сети, кое-какие позиции дальнего усорсинга. Вот интересно, вы же каждое из этих направлений запускали с тем, что вы станете лидером. И все предпосылки для этого были. Или это по наитию? То есть вы говорите, давайте попробуем, например, что у нас получится. Или все-таки это четкий бизнес-план, анализ рынка, понимание своих конкурентов и понимание тех шагов, которые надо сделать, чтобы стать федеральным лидером. В каждый период рыночной ситуации бывают какие-то ниши открываются, в которых можно сделать рывок. Этот рывок требует определенных усилий, инвестиций. Вот когда мы работали в лапше, где-то лет 5-7 успешно работали, поняли, что линия загружена и нужно делать следующий скачок. Параллельно с нами Александра София, Ролтон вырастали. Они делают это быстрее и успешнее, поэтому, чтобы за ними угнаться, нужно было делать существенные инвестиции, нужно было строить срочно здание, наращивать объемы для того, чтобы оказаться на рынке хотя бы в маркетинге усилия. Но нельзя быть и там, и там усидеть на двух стульях, поэтому приняли решение все инвестиции точно на Махееве и ушли полностью с этого рынка. Хотя было достаточно успешное начало, и в момент закрытия мы сознавали, что мы теряем 10 миллионов прибыли в месяц, но мы приняли решение, что мы пойдем в джемы и кетчупы. А тогда какие правила успешного запуска? То есть вот те направления, которые вы запустили, которые действительно стали лидерами уже после вашего основного. То есть здесь какие правила? Ну, первое правило, нужно ли иметь выдержку, потому что ни один продукт не принимается в первый же день. Как вы правильно вчера сказали, как бы только Pokemon Go за неделю, а все остальные почему-то это не получается. Мы выверили для себя определенный срок проверки в трехлетний период. Если в течение трех лет ты показываешь динамику и закрепился на рынке, что-то произойдет. Нельзя ждать на первый, на второй год, поэтому бизнес-идели проверяются тремя годами. Вот каждый из наших проектов возревал на три года, вот как с Джемами, допустим. Мы увидели, что на третий год рынок принял, и мы начали его продавать уже в тех масштабах, чтобы назвать это серийным или, скажем так, потенциально возможным вывод на лидерство. Вы имеете в виду, что рынок принял ваш товар, и емкость его сохранилась, либо вы еще и рынок создавали как таковой Джемов? По идее мы увидели тенденцию, которая в течение трех лет подтверждала свою правоту. То есть мы увидели, что рынок растет, в течение трех лет он продолжает расти, это означает, что это правильная ставка, это не случайная корреляция. Мы сделали ставку, увидели, что он есть, но не знали бы емкость этого рынка. В течение трех лет мы увидели, что по деньгам это нас удовлетворяет, нас удовлетворяет его доходность, нас удовлетворяет его синергический эффект для нашей дистрибьюции. То есть все равно было такое, давайте попробуем. Давайте попробуем. Вы емкости рынка не считали? Не считали. Конкурентов не было в целом, да, серьезных вообще? Ну именно поэтому туда пошли, что не было инвестиций. То есть рынок был не структурирован по большому счету, да, то есть поэтому вы туда и пошли? Ну в принципе сейчас остаются только такие ниши, где находишь не структурированный рынок, не консолидированный рынок, где ищешь рынок, в котором нет определенного лидерской позиции, тот, который, лидер, который убивает рынок. То есть если мы пойдем сейчас опять вернемся к лапше, то Роллтон это тот монстр, который убивает как бы всех конкурентов на корню. Убивает или покупает? Убивает тем, что ты не можешь с ними конкурировать за полку, потому что его возможности в взаимоотношении с сетями и с продавцами гораздо выше и сильнее. Он может дать отдельные бонусы, за которые ты не сможешь эти заплатить. Но его сила марки позволяет в наценке это держать. То, что он оплачивает сетям. Да, то, что он оплачивает сетям. Когда приходишь на умнейм, естественно у тебя этой премии брендовой нет, и ты ограничен в своих средствах. Два момента. Первый – неконсолидированный рынок. Второе – терпение. Третье. Первое – неконсолидированный рынок, отсутствие брендового лидера, который давит на этот рынок. Второе – нужно терпение. Терпение три года. И в-третьих, естественно, само по себе бизнес-сетей должен быть прибыльная. Модель должна быть сразу? Модель прибыльная сразу. Какой ориентабельность вы закладываете маржинальную, чтобы в этот бизнес идти? На бумаге должно быть выше 50%. Маржинальность. Маржинальность, да. Выше 50%. Потому что когда на бумаге 50%, на деле 10%. Когда ты посчитал, у тебя 25%, даже не начинай. Потому что ты что-то забыл точно. Сто процентов согласен. Какие, помимо наличия крупного оператора на этом рынке, какие еще причины могут быть того, что этот бизнес не падет? Были ли другие причины? Основная ошибка людей, которые начинают этот бизнес, они не совсем понимают вообще структуру этого рынка. Знаете, если ты никогда не работал общепитие, не лезь, пожалуйста, как бы в общепитие. Если ты никогда не работал в торговле, то есть не лезь в торговле. То есть много причин, которые отсекаются по причине того, что ты не можешь быстро овладеть навыками данного рынка или понять его. У вас был такой пример на вашем опыте? Да, мы начинали, допустим, работали когда с Хорикой. Мы запускали продукты для Хорики, но совершенно не понимали саму структуру продаж в этой Хорике. Мы думали, что наши дистрибьюции способны обслуживать также и Хорику. И в какой-то момент мы сообразили, что наша неудача кроется не в том, что у нас плохой продукт или неправильно построенная бизнес-модель. Мы увидели, что сам по себе компетенция в продажах наша недостаточная. В Хорике. То есть мы не можем обслуживать рестораны, хотя мы вроде родились соусами, чтобы прийти в ресторан. Но этой компетенции у нас нет. И мы этот рынок сдали. Развитие, становление федерального лидера в отдельных категориях – это у вас органический рост или вы используете и покупку конкурентов? Вообще покупка конкурентов – это такой миф о том, что ты, купив конкурент, получаешь его рынок. На самом деле никогда не получается приобретение конкурента вместе с его рынком. Потому что рынок, который всю жизнь боролся против тебя, за тебя работать не будет. Вот мы приобрели компанию «Абжорка». До того, как мы приобрели, они делали порядка 700-800 тонн продукта. Когда она интегрировалась в нашу, это стало 300. Годовой? Месячно? Нет, 300 тонн в месяц. Потому что… А производитель для чего? Что он производит? Тоже майонезы производил, соусы. Каннибализация внутри брендовой категории, она очень беспощадная с точки зрения, когда два конкурирующих продукта объединяются в одну дистрибьюцию. Поэтому, если вы говорите о покупке конкурентов, это не самое лучшее приобретение. Вы потеряли больше 50% их объема после приобретения. Хотя вы бренд оставили, да? Я знаю… А? Вы их бренд оставили. Да, да. Мы торгуем локально этим брендом и не очень довольны этой сделкой МНД. Хотя вот я знаю примеры, когда люди… Но продавцы довольны, наверное, все-таки, да? Продавцы? Не очень довольны. Нет. Они тоже недовольны. Если бы они были несчастливы, они, наверное, больше вы продавали бы. Потому что мы получили урок из этого, что… Не надо покупать своего конкурента. Нужно покупать те товары, которые… Те бренды, которые синергичны с твоим брендом. Вот, допустим, пример ребят, которые… Яшкина. Они купили, допустим, не производители еще одного конечной продукции, они купили производители семечек, бабки на семечке. Тем самым они улучшили свою позицию на рынке. Они купили кириешки. И тем самым они получили еще одного лидера еще в новой категории. И они владеют брендами, лидерами в трех уже категориях уже. А может, сейчас уже четырех. Я не совсем посвящен бизнес-модель. Но мне понравился сам подход МНД и том, что они не получали конкурентов. Они создавали позицию на рынке вообще. То есть они растут по другому принципу. Но вот вы вначале сами сказали, что заниматься тем, в чем ты не профессионал, не стоит. Это не противоречит сейчас вот этой теории тому, что вы вначале сказали. Они покупают все-таки продукты не в той отрасли, то есть не в той специализации, в которой они работают. Они купили как раз в той отрасли, потому что они рассматривают бизнес-модель как B2C. Для конечного потребителя. Для конечного потребителя. Они работают над тем, чтобы занимают место или пространство в отдельно взятом магазине. Их задача стоит получить 20% продаж в отдельном магазине, не важно, что там. Потому что они работают с магазином. То есть у них бизнес направлен в том, что производители работают с магазином. И то есть они просто увеличивают количество СКЮ в магазине. Соответственно, их логистика начинает быть конкурентоспособной. И в-третьих, они способны уже управлять этим магазином с точки зрения дебиторки, с точки зрения выкладки, с точки зрения взаимоотношений с покупателем. А если говорить о несвязанных отраслях, у вас же есть успешный опыт. Вы после основного производства пошли в ритейл. Это же совершенно несвязные бизнесы. И он у вас очень успешный. То есть при наличии уже сильных федеральных игроков, в том числе и здесь у нас в Татарстане, вы смогли занять серьезное место. Давайте мы поговорим об этом бизнесе не как ритейл. Это два бизнеса в одном. Это коммерческая недвижимость. Потому как я как инвестор строю и сдаю в аренду. Самому же себе. Самому же себе. Примену с таким же успехом сдавать кому угодно. Или магниту, или пятерочке. В этом плане это свободный рынок. И где-то, допустим, может выгоднее сдать и конкурентам. Чем самому. Чем самому себе. А операционный бизнес, который занимается ритейлом, это уже отдельный бизнес модель. Они не взаимосвязаны. То есть вы два бизнеса запустили сразу. Да, два бизнеса. Причем приоритетным является первый. Для меня как инвестора. Потому что это родилось как инвестиция в недвижимость. А потом в отсутствие федеральных игроков мы создали своего арендатора. Понятно. То есть вы построили, никого сдать не смогли и начали вынуждать... Мы понимали, что тот формат, который мы строим, еще нет оператора. Гипермаркет тогда не было. И мы думали, что в этом сегменте нужно или ждать рынок, или создавать его самим. И мы пошли, создавали сами рынок и получилось удачно. Потому что в тот момент рынок гипермаркетов пустой. И мы успели до прихода федеральных игроков заявить о себе и занять место на рынке. Вот это называется успех серийного предпринимателя. Как Тинькофф переключается с одного бизнеса на другой. То есть и здесь также зайти в новую сферу и стать в ней успешным. У Тинькофф он более рискованный, потому что он делает скачки, выходя из одного, переходя в другой. Обязательно выходит. Да, мы здесь не выходим. И поэтому для нас это более сдержанная модель. Мы в любой момент можем сделать шаг назад. А у Тинькофф он уходит и все, и вперед. Он такой смелый парень. Это реально. У меня есть такое представление. Я смотрю не только в предпринимательстве, и в спорте, и в политике. Есть люди, которые просто выделены Всевышним. И все, к чему они не прикасаются, у них все получается. Нет вот такого мнения. А есть ведь люди, которые, знаете, они и талантливые, и умные, и трудолюбивые. Все делают, но вот закрыты у них пути и все. Есть такое у вас представление? Вы верите в то, что ваш успех связан с тем, что вы особенный? То есть, что вот вам дал, Вселенная вам дала вот эти возможности, чтобы вы что-то для этого сделали? Чтобы вы с этим что-то сделали? Нет, такого нет. Мне кажется, это такое заблуждение, и оно опасное тем, что когда начинаешь верить, что все, что у тебя получится, у тебя получится все, что ты захочешь, это опасная вещь, она приводит к банкротству. Нужно быть более критичным самому себе и искать более приземленные причины твоего успеха. Например, что я такой удачливый, потому что у меня папа миллионерный. А не потому что я там... У вас вот какие три основные причины вашего успеха? Ну, основная причина, я уже говорил, что вовремя родился. То есть, мы попали в растущий рынок, который прощал все. И мне было время научиться, в отличие от сегодняшних предпринимателей, которые выходят на рынок, у них этого счастливого возможности нет, пробовать им, чтобы все прощал рынок. Мне прощал все этот рынок, и поэтому я научился на своих ошибках таким мудрым стал. Это вот а со мной. Второе, конечно же, что мы попали, опять же, в нужное время, когда легко было собрать команду. То есть, это была такая эпоха, когда люди верили, что можно на пустом месте сделать что-то. Сейчас людей, которые заканчивают школу, готовых идти в предпринимательские пути, в десятки раз меньше. И поэтому собрать команду тяжело, потому что люди выходят и говорят, я буду учиться по этой стезе, потому что я буду энергетиком. Я не более прогнозируемый и более нацеленный на результат. В наше время можно было на улице собрать команду, убедить их, что мы будем делать то-то, то-то, и они пойдут. Но сейчас, наоборот, на рынке, например, больше профессионалов. Да, поэтому этот момент принятия решения, кем ты будешь, наступает раньше, и люди идут долгий путь, не отвлекаясь на сторонние. А у нас команда людей, которые учились в институте преподавать труды и ОБЖ. Поэтому убедить их заниматься майонезом было легко. И сейчас, допустим, привлечь человека из финансового института, сказать, да, ребят, давайте, бросим все, начнем майонез производить. И скажут, нет, нет, мы в банке будем работать. Да. То есть рынок труда оказался существенным. И тем более мы же говорили о том, что это провинциальный город, и это действительно и особенность, и специфика того, чтобы запускать федерального лидера в провинциальном городе. У нас тоже есть проекты в небольших городах, и действительно там очень сложно найти кадры, особенно на уровне топ-меншмента, которые должны владеть и видением. Да, нам рынок дал возможность 10 лет, чтобы мы выросли вместе с ним как профессионалы. Сейчас это невозможно так сделать, и поэтому те ребята, с которыми я сейчас работаю, они действительно профессионалы, они штучные экземпляры, которые могут делать определенные вещи очень хорошо. Найти где-то на рынке еще таких невозможно. И в то же время это наши конкуренты примут, что они уже никуда не уйдут, потому что в Елабыге больше нет федерального масштаба бизнеса, и поэтому мы с ними обречены быть вместе, и обречены или на успех, или на провал вместе. Поэтому их мотивация к труду гораздо выше, чем простого наемника. Я два года назад спрашивал этот вопрос, но прошло два года. Что сейчас вас, Леонид Анатольевич, мотивирует каждый день вставать утром и идти на свою дорогу бизнеса? Да, наверное, у человека меняются приоритеты по жизни. Каждые 10 лет, наверное, этот вопрос задавать самому себе регулярно, для того, чтобы понять ради чего. Я буду задавать каждые два года? Да, два года можно, наверное, и чаще. Наверное, уже не деньги, да, наверное, уже не деньги. Наверное, я достаточно уже заработал для того, чтобы не думать о реальном финальном состоянии, но до сих пор хочется сделать какое-то новое открытие для себя и новое открытие для рынка. Потому как мы все равно меряемся своими интеллектуальными возможностями. Всегда хочется доказывать, что ты умнее, чем твой сосед, но у меня, в отличие от других людей, есть возможность, инструмент. Это уже как бы те финансы, которыми я обладаю, и та команда, которая есть. Вы видите сейчас, в чем вы это сделаете? Видите эту цель уже? Или ищете? Мы ищем, потому что те цели, которые два года назад мы ставили, они как-то уже обрисовались в определенный бизнес-процесс, и как-то мне перестают быть интересными. Всегда интересно заниматься чем-то новым. Вот везет тем, у кого есть, кому передать. Вот идею ты выносил, родил и передал на управление. А есть люди, которые рожают их регулярно и бросают. И некому подобрать, некому выкормить. И поэтому они серийные предприниматели, но, к сожалению, за ними как бы выжжена земля. Я себя сдерживаю в том, чтобы не рожать этих детей достаточно много, потому что у меня ограниченное количество менеджеров, кому можно отдать. Если им передашь нового ребенка, то самым основного могут они загубить. Мы даже регулярно на свою планерку занимаемся тем, что убиваем новые идеи. Ваши идеи или в тех идеях? В том числе и мои. Я себя сдерживаю и приучаю свой менеджмент быть очень агрессивным по отношению к новым идеям, для того, чтобы на этапе обсуждения подверглась абсолютно любым стресс-тестам. Леонид Анатольевич, наша программа подошла к концу. Я восхищен тем, что вы после такого длинного пути, ваша энергия, бизнес-энергия, она только растет. Она видна здесь у меня в программе, видно с ваших слов, как вы работаете с командой. Я хотел бы вам пожелать найти эту великую идею, ее реализовать к следующему нашему интервью. А с вами был Айдар Булатов. Если Барышев может ставить новые цели и двигаться к ним, то это можете сделать и вы. До новых встреч. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин